Здравствуйте! С вами программа «Звонница» на телеканале НТМ. В нашей передаче мы рассказываем вам о православных постах и праздниках, о храмах и святынях нашей древней епархии и о людях, живущих на ней. На этой неделе Православная Церковь отметила один из двунадесятых праздников – воздвижение Чеснага Животворящего Креста Господня. Этот праздник – престольный для Крестобогородского храма города Ярославля. О нем первый сюжет выпуска. 27 сентября православные отмечают День обретения и воздвижения Креста Господня. Это престольный праздник для Крестобогородского храма, расположенного на улице Нефтяников. Сегодня его прихожане говорят еще об одной памятной дате. 355 лет исполнилось главной святыней храма – Чудотворному кресту. История нашего креста идет с 1655 года, когда на этом месте по благословению епископа Ростовского ионы был воздвигнут Животворящий Крест. Вознаменование такого события, как на этом месте была остановлена моровая язва. Эпидемия на тот момент времени свирепствовала в Суздальских, Владимирских и Ростовских землях. Крест изготовили в Спасопреображенском монастыре. Оттуда на конные повозки святыню отправили в Ростов. Но, как гласит предание, на Поклонной горе лошади резко остановились, отказавшись следовать далее. Именно поэтому символ христианства оставили здесь, поставив на данном месте часовню. В 1677 году рядом с часовней, которая была при кресте, был поставлен деревянный храм, вместо которого был изведен каменный храм в 1760 году. За 250 лет церковь в крестах ни разу не закрывалась. Лишь в 60-х годах прошлого столетия храм находился под угрозой сноса. Его место должен был украсить парадный въезд в Ярославль. Но в итоге все осталось по-старому. Насколько я помню, эта церковь не закрывалась в советские годы. По крайней мере, вот сколько я себя помню, еще учащаясь в школе, я сюда приходила. Охотимся на каждое воскресенье. Службы проходят каждый день утром и вечером. Просто воскресную литургию посещать, ну, как бы это, мне кажется, потребность любого русского человека. Вот. В воскресенье с утра люди ходят в храм. Особенно, если в семье есть дети, то для них это просто необходимая, как бы такая духовная пища. Вскоре для ярославских верующих наступит важная дата – 9 октября. 23 года назад в этот день был канонизирован святитель Тихон, патриарх московский в Сеяруси. Одной из кафедр, на которых служил святитель до своего воршественного патриаршей престола, была и Ярославская. Псков, Санкт-Петербург, Варшава, Нью-Йорк, Ярославль. Перед тем, как в 1907 году возглавить Ярославско-Ростовскую епархию, будущему патриарху московскому и всеяруси Тихону довелось служить в самых сложных точках православного мира. В католической Польше он отстаивал идеалы православия, в Америке утешал и объединял оказавшихся вдали от родины братьев по вере. Там он прославился строительством храмов, среди которых существующий и поныне Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. Он служил объединяющим началом для верующих, людей, которые по воле Божией оказались в Америке. Это было много и иммигрантов из России, это было много и греков, и сербов, и всех, кто был носителем православной веры. Власти американские боялись объединения православных под руководством такого мудрого, любящего и образованного архиерея. В Ярославской епархии владыка Тихон провел 7 лет. Во время визита императора Николая II, побывавшего в Ярославле в год 300-летия династии Романовых в 1913 году, архиепископ Ярославский Тихон освещал железнодорожный мост через Волгу. Верующие люди считают, благодаря благословению будущего патриарха мост выдержал фашистские обстрелы в Великую Отечественную войну. В 1917 году святитель Тихон был узведен на патриарший престол, пустовавший до этого более двух веков. Его голгофы стали страшные годы гражданской войны, голода, борьбы большевиков с православием. Каждый день он практически как бы умирал за русскую церковь, потому что каждый день к нему приходили сведения о бесчисленных казнях, о расстрелах, о смертях духовенства из различных епархий. Во всем мире патриарх Тихон продолжал пользоваться огромным авторитетом. Опасаясь мнения западной общественности, советская власть не решалась расправиться с ним так же бесцеремонно, как с его сподвижниками. Год он провел в заточении в Донском монастыре в Москве, пережил два покушения на убийство. Когда домашний арест был снят, к патриарху со всех уголков страны пошли люди, многие издалека, пешком преодолевая тысячи верст. До последнего дня своей жизни он, гонимый и больной, проводил службы. Июль 2006 года архиепископ Ярославский Ростовский Кирилл закладывает символический первый кирпич на строительстве Свято-Тихоновского храма. Это уже 2008-й. Готов цокольный этаж, но денег катастрофически не хватает. Как это испокон веков было на Руси, строится храм всем миром. Крана у нас нету, по лебедке, в ведрах подаем раствор, сами подаем кирпич. Но, я думаю, получается, может быть, даже надежнее и крепче, чем если бы это было бы с механизмами. Потому что каждый кирпич, он как бы прошел через руки каменчика, прошел через руки прихожан. Свой вклад в это строительство внесли уже тысячи и тысячи горожан. Кто-то помогал деньгами, кто-то трудами. Чуть менее века назад ярославцы избрали своего бывшего владыку почетным гражданином города. А сейчас повековечивают его имя в камне. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, первый из них. Если в храме нет иконы того святого, которому хочешь поставить свечу, например, вера, надежда, любовь и мать их София, как быть в этом случае? Безусловно, ни один храм мира не вместит в себя всех икон, известных святых православной церкви. Более того, даже не все широко известные святые могут поместиться в своих иконописных изображениях на храмовых стенах. Однако памяти этих святых чтутся в православной церкви и в день их памяти, как правило, всегда совершаются богослужения. Соответственно, в этот день центральная икона, икона, находящаяся на центральном аналое храма, как правило, и будет иконой этих святых. Соответственно, если вы хотите особенным образом помолиться перед иконой веры, надежды, любви и матери их Софии, то вам необходимо искать ее в храме на центральном аналое в день их памяти 30 сентября. Наш второй вопрос на сегодня. Нужно ли брать благословение на то, чтобы поехать в паломническую поездку? И чем паломничество принципиально отличается от обычного туризма? По большому счету, паломничество отличается от обычного туризма абсолютно всем. Несмотря на то, что сейчас появляются такие варианты, как паломничество плюс отдых или паломничество плюс экскурсионная программа, однако паломничество само по себе является именно одним из проявлений духовной жизни и духовных трудов человека. То есть оно не рассчитано не на получение новых внешних впечатлений, как, к примеру, экскурсионный туризм, или тем более оно не рассчитано на отдых, как туризм обычный, рекреационный. Соответственно, паломничество как важный шаг, важный этап в духовной жизни человека, безусловно, нуждается в том, чтобы перед его началом получить на это определенное благословение от священника, который сможет сказать, полезно ли вам направиться в ту или иную поездку к той или иной святыне, или, может быть, пока ваш уровень духовной жизни не требует этого, и вы можете довольствоваться какими-то совершенно иными вещами. И наш последний вопрос на сегодня. На покров принято играть свадьбу. Считается, что такие браки самые крепкие. Как к этому относится церковь? Как обычный примитие? Или это имеет какое-то реальное объяснение? На самом деле крепость брака никоим образом не зависит от дня, в который он был заключен. В этом плане люди, которые, к примеру, вступают в брак в мае, маются ничуть не больше, чем те, кто вступают в брак в октябре. Однако, если мы обратимся непосредственно к дню покрова, то, как правило, наши предки совершали венчание в этот день, именно испрашивая благословение Божьей Матери, ее покрова над этим браком. Однако, смысл в этом есть только в том случае, если человеку это благословение на самом деле нужно, если он его на самом деле просит, а не просто так или иначе выбирает определенный день, который сам, неким своим внутренним скрытым магизмом будет помогать ему и его браку. Только наше сознательное отношение к христианской жизни, и в том числе к христианскому браку, его правильное ведение, его правильное осуществление, вот только это и может быть залогом, на самом деле, крепких, хороших и добрых семейных отношений. Ваши вопросы о духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. Также не забывайте наш почтовый адрес, город Ярославль, улица Советская, 69. На грядущей неделе, во вторник, 2 октября, один из главных праздников для Ярославской земли – памяти святых благоверных князей Федора, Давида и Константина. Центром праздника в этот день станет Успенский кафедральный собор, где владыка-метрополит совершит божественную литургию. В этом же храме находятся и святые мощи благоверных князей. В четверг же, 4 октября, мы празднуем обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Приглашаем всех в Спасо-Яковлевскую обитель города Ростова. На этом я прощаюсь с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok